Здравствуйте! Сегодня бы я хотела познакомить вас с уникальным изданием, выпущенным к 80-летию Алтайского края. Это двухтомная антология «Алтайские писатели детям». Книги получились очень интересные, красочно оформленные. У них необычная обложка, она очень приятная на ощупь, с выпуклыми элементами. Издание подготовлено по заказу и финансовой поддержке правительства Алтайского края в рамках губернаторского издательского проекта. Работа над этим изданием велась на один год коллективом авторов. В антологию вошли произведения 43-х алтайских детских писателей. Жанры разные, это стихи, рассказы, сказки. И представлены разные авторы. От классиков алтайской литературы до наших современников. Здесь и Лев Квинт, и Марк Юдалевич, и наши современники, Анна Никольская, Лена Ожич и многие-многие другие. Иллюстрации сделаны тоже нашими земляками. Это выпускники Новолтайского художественного училища под руководством Ксении Поршиной. Произведения каждого автора проиллюстрированы полноцветной иллюстрацией. Так или иначе, дополняющий текст произведения. И книга интересна будет не только школьникам, но и родителям. И, конечно же, станет подспорьем для учителей. Потому что здесь есть данные по каждому писателю. Дана краткая автобиографическая справка. А после текста произведения мы с вами можем прочитать библиографический список, который рекомендуется детям для прочтения. Если учителя и родители просто расширят, наверное, свой горизонт, свои познания о детской литературе, то детям будет прежде всего интересно узнать о своих сверстниках. Это детям, кто постарше. Младшим школьникам будут интересны стихи и сказки наших авторов. Тем, кто совсем маленький, тоже можно найти тексты в данной антологии. То есть получается, что антология ориентирована на разные возраста от трех до бесконечности. Каждый текст был отобран очень тщательно. Комиссия работала не один год. Отобрали действительно жемчужины алтайской литературы. И, пожалуй, главное, что отличает все тексты данной антологии, это открытость миру, доброта, отзывчивость. Это умение видеть важное в современном мире. Важное открывать внутри себя и вокруг себя. А вот какое мнение сложилось у наших юных критиков, мы узнаем прямо сейчас. Я прочитал книгу, вернее, повесть Виктора Сидорова «Федька Сыч теряет кличку» из антологии российских, конкретно алтайских писателей. Главный герой Федька, он попал в шайку разбойников. Ну и разбойников, скорее, просто уличных воров, так как не просто по разу попал и все, а у него сначала умерла мать от рака, а потом отец из-за горя спился. Пошло это все не сразу, что решил ограбить и начал грабить, а из-за того, что нужны были деньги, в первую очередь, чтобы хоть как-то себя прокормить. В выходе в том числе помогли друзья и не отсутствие совести у главного героя. Потому что друзья, когда он лишился дома, избы, ему предложил пойти, скажем так, к себе, принять его в дом, Андрюшка, друг его. И он, ну и первый день он у них был, но потом его перешел в другую семью. И вот эти вот два дня, один день и половина другого дня с Андрюшкой, они ему показались чем-то невероятным. Книга читается, если сесть и начать читать, то читается на одном дыхании. И постоянно ты в каком-то напряжении, чем же это закончится, как же они выберутся из этой ситуации. Порекомендовал я мог бы вообще всем, кому интересно просто как ведет себя человек в жизненных, трудных ситуациях. Мальчикам все-таки больше. Потому что мальчики сейчас думают, что чтобы выпендриться перед классом, надо сделать что-то. И книга очень наглядно показывает, что иногда, иногда, иногда очень сложно войти куда-то, в какую-то правильную стезю. Продолжение следует... Продолжение следует...